Богдан, спасибо тебе большое, спасибо, ну вот замечательно, вот мы встретились, спасибо. Подарочек, погода. Наша сельско-воденовская партия, желает вам многое блага и нету. Служили долго, радовали вас. Спасибо, господи. Спасибо. Богинь, тяжело-тяжело. Спасибо. С помощью Бога. Бык вдохнул лицо владенца, и соломою сурша, на упругой коленце засмотревся чуть дыша. В воробьи сквозь жерди крышек, ясно с рыною губой, а бычок прижался к нише одеяльцу мягубой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютнее было кошки, если гореть дитя бычком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка, хоть минуточку, и мне, и заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей. И с улыбкой полной ласки прочитал, смотри скорее. Спасибо, дорогие дети. Очень рад, что вы сегодня в Храме Христа Спасителя. Вот, и такое замечательное поздравление мне приготовили. Желаю вам помощи Божией во всей вашей жизни. Сейчас, конечно, в учебе, в трудах, которые каждому нужно пройти. Особенно в детстве это иногда бывает трудно, потому что из домашнего уюта переходят в школу, где уже другие требования. Но все эти этапы в жизни очень важно пройти достойно с тем, чтобы вырасти, обрести навыки, знания. Но самое главное – сохранить веру. Самое главное – сохранить веру и доброту в сердце. Вот это вам сердечно желаю. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.